К другим новостям. Оздоровительная кампания завершилась, но ее итоги подводят до сих пор. В загородных и пришкольных лагерях республики этим летом отдохнули более 85 тысяч детей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Министр здравоохранения и социального развития республики отметила, что в этом году не было закрыто ни одного оздоровительного учреждения. Их количество даже увеличилось. В этом году дети получали путевки не только в чувашские лагеря, но и выезжали на отдых в Крым. Ряд учреждений в этом году потратились на капитальный ремонт. На укрепление материально-технической базы оздоровления отдыха детей было направлено более 100 миллионов рублей. При этом в этом году два фактически частных лагеря загородных оздоровительных потратили на полное перепрофилирование своих корпусов более 70 миллионов рублей. Хотя не обошлось и без проблем. Ряд муниципалитетов до сих пор не рассчитались с лагерями. К примеру, Новочебоксарск задолжала оздоровительным учреждениям более 5 миллионов рублей. Причем большую часть суммы муниципалитет должен заплатить лагерю «Звездочка». Михаил Игнатьев призывал к ответу главу администрации. Задолженность связана с четвертой сменой. От лагерей пока не поступили документы на оплату. То есть, ну там суммы действительно небольшие. Алла Владимировна отметила, это там 30, 40, 50 тысяч рублей. То есть остальные смены у нас рассчитаны. По поступлению документов вопросов нет, оплата производится в текущем режиме. Средства необходимые имеются. По детскому оздоровительному лагерю «Звездочка». Сегодня только с генеральным директором «Химпрома» с утра разговаривал. Сегодня в 2 часа они собирают свой кластер. Вместе с торгово-промышленной палатой химической договорились. В 2 часа встретятся. И вопросы, я думаю, на этой неделе все урегулируем. Продолжение следует...